Ночные новости Второй тур выборов губернатора, а в пяти регионах Единая Россия проиграла другим партиям, причем с немалым отрывом, как это объясняют политологи. Около нуля ночью и до плюс пяти днем в Красноярск идут по-настоящему осенние температуры с мокрым снегом, прогноз на неделю. И уже будто по традиции, как только в городе идет дождь, дорожники начинают укладывать асфальт в разных районах. Александр Ус победил на выборах губернатора Красноярского края. Ничего неожиданного, свои голоса за него отдали 356 тысяч жителей края. Это 60% от всех голосов избирателей. На втором месте расположился либерал-демократ Егор Бондаренко. У него 23% голосов. В конце списка кандидат от «Справедливой России» Александр Лымпи. У него 12% голосов. Таковы данные после обработки 100% протоколов. Исход выборов был, конечно, очевиден. Явный лидер и два, по сути, технических кандидаток. Слово «победа» не стало удивлением и для самого Уса. И сегодня он не скрывал свои радости. Утром, поспав там три с небольшим часа, я проснулся с очень хорошим настроением и таким, знаете, мотивом оптимистическим. Не сочтите меня за самоуверенного человека. Но, тем не менее, я ожидал, что выборы все-таки пройдут именно так, как они прошли. И поэтому еще на прошлой неделе назначил очередное заседание президиума правительства. Официально губернатор вступит в должность после церемонии инаугурации. Состоится она уже на следующей неделе. В настоящее время мы будем принимать протоколы с территориальных избирательных комиссий. Мы должны это сделать в течение 10 дней. Безусловно, мы постараемся все протоколы принять гораздо раньше. И, возможно, уже на этой неделе проведем итоговое заседание. А вот результаты на выборах Горсовет стали неожиданностью. Единая Россия не получила большинства в Горсовете. После обработки 100% протоколов по партийным спискам победила ЛДПР, за ней Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и Зеленые. Также высокий процент у кандидата против всех, но он при распределении мандатов учитываться не будет. Остальные партии, Яблоко и Гражданская платформа, не преодолели 5% барьеры, в Горсовет не попадут. По одномандатным округам ситуация немного другая. В большинстве округов победили все-таки представители партии власти. В одном округе победил кандидат от партии Справедливая Россия Константин Сенченко, еще в одном представитель КПРФ, в четырех округах представители или сторонники партии ЛДПР. В итоге партию Единая Россия будет представлять 17 человек. Хотя для большинства необходимо 18 голосов, а для принятия важных документов, изменений в устав или генерального плана и вовсе 24. Поэтому партии власти придется договариваться, например, с ЛДПР, у которых 11 депутатов. Эксперты считают, что Единая Россия эти выборы в городской парламент проиграла. Команде мэра Сергея Еремина не помог даже административный ресурс звания партии президента. Победу празднует ЛДПР. В Красноярске такого не было с 1993 года. Почему так произошло, выяснял Виталий Поляков. Пока Владимир Жириновский пытается бить своих критиков на митинги в Москве, в Красноярске его партия побеждает на выборах. Пусть только по спискам. Депутатов у единороссов будет все равно больше. Но для ЛДПР эта победа имеет историческое значение. Команда Александра Глескова оказалась популярнее команды мэра Сергея Еремина. Формально. А в реальности люди не хотели голосовать за власть из-за пенсионной реформы и общей усталости и стагнации. А еще и команду Быкова сняли с выборов. Так что многие, кто не согласен с тем, что происходит, голосовали за ЛДПР. Мы добились самое главное, что в горсовете не будет монополии «Единой России». Даже при большом количестве одномандатников они сегодня не получают большинство. Теперь единороссы в горсовете своими силами не смогут ни бюджет Красноярска принять, ни выбрать председателя парламента. Сергей Еремин обещал строить своих оппонентов, а теперь придется договариваться. Впрочем, Еремин считает, что это вовсе не поражение. По партиям голоса распределились, достаточно, может быть, по-новому, я бы сказал. А по одномандатным округам я удовлетворен работой тех членов команды, с которыми мы шли. Да, хотелось бы, может быть, конечно, максимума, но, наверное, такого не бывает. Выборы в округах не выиграли даже те единороссы, которых готовили на пост председателя горсовета. Это Алексей Додатко и Виталий Дроздов. Их в новом составе не будет. Не будет и строительного лобби. Кандидата от небезызвестного магната Владимира Егорова, его сын Константин и помощник Артем Ричицкий, проиграли конкурентам. Победивший последнего Константин Сенченко считает, что партию власти подвели политтехнологи. От этого, мне кажется, была великая ошибка политтехнологов, которые увлеклись борьбой с Анатолием Петровичем Быковым, со мной увлеклись борьбой, еще с кем-то, и на самом деле потерпели такое серьезное поражение. Впервые в Гурсовете по итогам выборов будет представлена партия зеленых в одном лице Сергея Шахматова. Его главная задача, очевидно, борьба за экологию. Благодаря прошлому составу Гурсовета зеленая зона города Краснояк сократилась минимум на 15%. Это по самым скромным оценкам. Мы считаем, что эта позиция, которая в том числе транслировалась партией власти, она неприемлема для города. Самый необычный итог этого голосования – победа в четвертом округе кандидата против всех. А значит, теперь как минимум год одно кресло в Гурсовете будет пустовать и напоминать политикам о протестных настроениях в Красноярске. Если говорить честно, то я предполагала и очень опасалась, что у нас будет не один округ, в котором может победить кандидат против всех. Потому что достаточно острые были, не очень красивые, конкурентные мероприятия между кандидатами, что, конечно, могло в какой-то мере вызвать негативное отношение к ним. Окончательные и пофамильные итоги выборов в Гурсовет будут известны к концу этой недели. При этом итоги голосования признаны законными и никто не пытается их оспорить. Первая сессия нового Гурсовета по закону должна собраться спустя месяц после избрания. Виталий Поляков, Виталий Суботин. Новости ТВК. Дальше из штанов выскочить они не могли. Политолог Сергей Комарицын прокомментировал необычные результаты выборов глав регионов и депутатов Гурсовета. В эфире вечерних новостей он рассказал о том, действительно ли можно считать Единую Россию проигравшей, и о том, как вообще получился такой партийный расклад. Давайте посмотрим фрагмент эфира. То, что касается результата и в НИН России, и в ЛДПР везде. То, что касается результата ЛДПР, то, безусловно, это потолок. Я бы даже сказал, что они достигли больше потолка. Ну, максимально, конечно, давали 30% там социология, но чуть-чуть не дотянули. Но дальше они уже из штанов не могли выскочить, потому что есть предел, есть антирейтинги, есть там многие другие вещи. Но, конечно, если бы не контекст, если бы не федеральная повестка, если бы не так называемая пенсионная реформа, они бы этого результата не достигли. А вы ходили на выборы и как оцениваете их итоги? Эту тему обсудим вместе с вами. Принимали ли вы участие в голосовании и почему? Какие результаты вас удивили, порадовали или огорчили? Пишите смс-сообщение на номер 9020 с пометкой ТВК, комментируйте в группе телекомпании ВКонтакте или пишите в Вайбер по номеру 8-923-165-45-00. И, конечно же, эта тема была главной в вечернем выпуске, поэтому за это время у нас накопилось достаточное количество сообщений. Но все же, если учесть, что аудитория социальных сетей все-таки более молодая, то на самом деле большинство писали, что не ходили на выборы, но есть и исключения. Вот, например, пишет молодой человек. Я ходил, принимал участие в голосовании, потому что меня лично заставило мое сердце и моя душа. Вот даже такие мнения довольно необычные для молодого человека. Как оценивают результаты голосования? Пишут про то, что Единая Россия проиграла из-за поддержки пенсионной реформы. Ну а раз пошли против народа, вот и результат, за них проголосовали меньше. Есть пожелания для партии ЛДПР. Сейчас ЛДПР нужно будет доказать свои слова. Обычно они прикрываются тем, что они в меньшинстве, им не хватает людей в горсовете, но сейчас уже совсем другое дело. По поводу кандидата против всех пишут, что нужна была такая строка, и хорошо, что хотя бы на одном округе, я отмечу, это округ четвертый, такой кандидат победил. К вашим сообщениям мы еще вернемся. Сейчас реклама на телеканале ТВК. После ждем нашей студии гостя. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Ночные новости» ТВК, и мы продолжаем говорить о самой важной теме сегодня. Это, конечно, выборы. Обсудим ее вместе с гостем. Она в студии депутат городского совета Константин Сенченко. Он набрал наибольшее количество голосов по пятому одномандатному округу, обойдя при этом кандидата Единороса. Константин Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Первый вопрос. Можно сказать, на вашем округе была такая довольно жесткая борьба. Какие эмоции вы сейчас испытываете после победы? Ожидали или все-таки уже были сомнения? Нет, я абсолютно спокоен. Я как бы знал, что я выиграю. Потому что если я что-то делаю, я делаю до конца, и делаю это на 100%. Поэтому у меня не было сомнений. Да, я все понимал, я предвидел многие ситуации, и ситуацию контролировал от начала до конца. Если предвидели, как можете объяснить тогда вот эту борьбу? Эти претензии в ваш адрес? Травлю, можно даже сказать? Ну, это же как бы мои конкуренты, да. Они нервничали, они переживали, они считали, что они могут меня выиграть. Ну, я-то знал, что все будет нормально. Ну, вот вы в Фейсбуке у себя писали, что там методы борьбы с вами, они были, ну, такими совсем несерьезными. Зачем вот к этому прибегать? Это же какое-то... Ну, я тоже не понимаю. Дело в том, что, мне кажется, власть не с теми борется, да. Она почему-то пытается бороться, ну, скажем так, с нормальными, адекватными людьми. С теми людьми, которые имеют свое мнение, свою позицию. И не понимают того, что сегодня нужно бороться совершенно с другими явлениями. У нас проблемы в экономике, у нас проблема вообще в понимании, куда двигаться. И нужен такой серьезный диалог, нужно экспертное мнение. И нужны люди сильные, которые способны страну вести вперед. Вместо этого мы пытаемся ситуацию удержать. Ее невозможно удержать, потому что, как бы, ветер перемен, как бы, он уже вот на подходе. И мы видим, что сегодня молодежь выходит на митинги. И нужно с этой молодежью вести диалог, не нужно, как бы, с ней бороться. Да, потому что молодежь, она, как бы, дает сигнал того, что, как бы, необходимо новое развитие. А вот эти новые люди, которые будут бороться и, не знаю, вести страну вперед, они есть в новом созыве? И вообще, чего можно ждать от нового созыва депутатов? Он же, ну, так существенно изменился. Ну, я не... Нет, конечно, конечно, но в новом, как бы, составе есть, как бы, грамотные люди, да, профессионалы, я там не сомневаюсь. Абсолютно, как бы, адекватные, способные какие-то новые, как бы, моменты, как бы, дать городу. Ну, как бы, в этом плане, как бы, все нормально. Другое дело, что все равно, как бы, это все часть, ну, большинство, это часть старой политической системы, системы. Ну, нужно ее обновлять, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, все-таки ЛДПР, это не та партия, которая способна... Сегодня привести страну к некому экономическому рывку. То есть, Жириновский, конечно, очень известный политик, но это все-таки политик такой скандальный, харизматичный, но скандальный. Я что-то не помню, какие истории, где бы там Жириновский призывал к какому-то экономическому рывку. Не помню такого. А как вы считаете, почему команда мэра, вот, которую так активно пиарили, можно сказать, ну, не победила, вот, как говорят эксперты? С чем это связано? Еремину еще нет достаточного доверия от стороны жителей или почему-то? Я думаю, что больше проблема, конечно, федерального масштаба, да, потому что, ну, есть претензии к Единой России. Эти проблемы создал не Сергей Васильевич Еремин, но люди спрашивают, в том числе, с него, потому что нет четкого сигнала, нет позиции. Потому что местные единороссы молчат, да, все понимают, что есть недовольство населением вот этой федеральной повестки, но местные члены партии держат такое тотальное молчание, свои позиции не высказывают. Поэтому, конечно, людям предъявили, как бы, это абсолютно нормально. Если бы вышел мэр, сказал, я недоволен пенсионной реформой, да, я требую, там, перемен, я, там, не согласен, наверное, к нему было бы другое отношение. А есть у вас предположения, кто будет председателем? Большой вопрос, потому что у меня были свои понимания, да, но все, два фаворита не прошли в городской совет, я вот этому очень сильно удивлен, потому что, ну, грамотные люди, и Дроздов, и Додатка, любой из них мог спокойно возглавить городской совет, и мне даже очень жаль, что их нет в будущем городском совете. И кто сегодня возглавит, я не очень понимаю. Спасибо большое, Константин Владимирович, что пришли к нам в студию. Я напомню, в нашей студии был депутат городского совета Константин Сенченко. Далее в новостях ТВК рубрика «Новости коротко». Поваренная соль исчезнет из продажи в России уже в следующем году. Причина – новый ГОСТ, который не предусматривает такого наименования. Якобы термин «поваренная» неверно придает смысл названия. Согласно новому стандарту, теперь вместо поваренной соли на упаковке будет написано «соль пищевая» или «соль морская, молотая» или «экстра», в зависимости от качества продукта. Тем временем нашу страну атакуют два новых штамма гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Прививок от новых вирусов еще не ставили, поэтому у россиян нету к ним иммунитета. Отличаются новые штаммы тем, что болезнь протекает почти бессимптомно, как обычно ОРВИ. И человек даже не подозревает, что серьезно болен. Вирус может давать осложнение на сосуды и сердце. В Роспотребнадзоре уточняют, что большинство болеет гриппом около недели, но отмечают, что, возможно, и очень тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. Ну и немного хороших новостей. Красноярцы спасли Бельчонка и завели ему собственный Инстаграм. На его страницу подписались уже 400 человек. Малыша нашли на улице совсем крошечным и решили забрать к себе. Назвали Бельчонка персиком. В Инстаграме красноярцы выкладывают с ним забавные фотографии и рассказывают о его буднях. За полгода проживания в квартире Бельчонок подрос и окреп, питается персик сухофруктами, овощами и семечками. Субтитры предоставил Бельчонку. Лиза, ну не секрет, что муниципальные выборы у нас прошли не только в Красноярске, но и по всей России. Большим удивлением стало, что на многих участках Единая Россия оказалась в проигрыше. Вот, например, партия президента в Иркутской области уступила КПРФ. Коммунисты опередили, прошу прощения, единороссов почти на 10%. В парламенте Ульяновской области едва ли не в два раза больше депутатов от КПРФ теперь будет, почти 42%, а у Единой России при этом 24%. В парламенте, близлежащей к нам Хакасии, тоже будет больше коммунистов, чем единороссов. Такая ситуация, говорят эксперты, сложилась после принятия в первом чтении пенсионной реформы и повышения НДС. Неожиданные результаты, с одной стороны, говорят политологи, это хорошо. Здесь виден хоть небольшой, но реальный выбор. С другой стороны, это может привести к тому, что правление некоторое время будет хаотичным. Давайте послушаем. Главная проблема современной политической ситуации в России, это отсутствие вменяемой оппозиции. И отсутствие понимания вообще, что нужно делать, как нужно делать, какой образ будущего в России, куда мы идем. То есть, все понимают, что так как сейчас плохо, что Единая Россия не способна на изменения, что это партия, грубо говоря, сохранение консервации того, что есть, а этого уже никого не устраивает. Но нет вменяемой альтернативы. И поэтому нас ждет период политического хаоса, такого бурления к пишениям, ну, в каком-то смысле откат к 90-м. Вторая неожиданность, это когда проигрывают уже действующие губернаторы, им придется в этот раз пойти на второй тур выборов. Напомню, чтобы победить, один из кандидатов должен набрать хотя бы 50%. Вот расскажу сначала про Хакасию, там лидирует коммунист Валентин Коновалов. Действующий глава Виктор Зимин сильно отстает. В Приморье до 50% чуть-чуть не хватило Андрею Тарасенко, он набрал 46%. Во Владимирской области много не хватает Светлане Орловой, она набрала 39%. В Хабаровском крае поровнут по 35% набрали Вячеслав Шпорт от Единой России и Сергей Фургал от КПРФ. А самый интересный момент, в выборах участие принимают только те, кого власть допустила для конкуренции. А значит, проиграли губернаторы по факту собственной тени. Добавлю, что второй тур выборов должен состояться уже 23 сентября. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Однако политологи предполагают, ситуация может и не измениться, и губернаторы снова не наберут достаточного количества для того, чтобы стать... Достаточного количества голосов. Ну, говорить об этом, конечно, пока рано. Будем следить за ситуацией. На этом все. Лиза. Да, спасибо, Алена. Это была моя коллега Алена Крашенинникова. Рассказала про необычные и неожиданные результаты выборов в регионах страны. Мы продолжаем. Похолодание и мокрый снег. Предстоящая неделя будет действительно осенней. Какой день окажется самым холодным в вечернем выпуске новостей, рассказал специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Давайте послушаем. На нашу территорию вторгается архетический воздух в городе. В ближайшее время случится заметное похолодание. Завтра наша территория будет находиться в зоне влияния холодно-атмосферного фронта. Ждается пасмурно, дождливо и ветрено. В дневные часы прогрев чуть выше плюс 10 градусов. А вот далее в тылу уходящего на восток фронта в поступающем холодном воздухе начнет усиливаться поле повышенного атмосферного давления. И ночи в городе станут заметно холоднее. Ожидается чуть выше нуля. Ну а в окрестностях ожидается слабый минус. В среду есть вероятность небольших осадков. В дневные часы прогрев до плюс 8, плюс 10 градусов. Вот самым холодным днем на этой неделе ожидается четверг. После полудня всего до плюс 8 градусов. Будет все так же пасмурно и дождливо. И в этот день не исключено, что будет пробрасывать небольшой мокрый снег. А вот во второй полной недели к нам вновь начнет поступать прогретый воздух. В субботу еще и с неблагоприятным порывистым усилением ветра. Благодаря чему в город придет такое относительное потепление. Предварительно к концу недели в ночные часы ожидается около плюс 10. Ну а в дневное время будет прогреваться до плюс 15 градусов. Однако пасмурная погода из города уходить не собирается. Ежедневно будут возможны небольшие осадки. И видимо раз дождь будет идти каждый день, дорожники решили укладывать асфальт при любой погоде. Эту видеозапись нам прислала жительница дома на проспекте Молодежный. Что в солнечном. На кадрах видно, как рабочие не обращая внимания на дождь, кладут асфальт, работает техника. Дождь кладут асфальт. Потом удивляется, почему всего год асфальт служит. А вот улица Карла Маркса. Здесь асфальт укладывали не просто в дождь, а в потоп. Более того, лужи разгоняет Боб Кэт, которую автор видео назвала злым. И действительно, он резко разгоняет лужи на проезжую часть, прямо под колеса автомобилей и совершенно несмотря на пешеходов. Эти видеозаписи мы передадим в мэрию, что ответили в администрации, расскажем уже завтра в 20.00. Современное искусство еще никогда не забиралось так далеко. Сегодня в Красноярске стартовал фестиваль «Территория Красноярск», который продлится всю эту неделю. В программе не только современной постановки со звездным списком актеров, но и свежей работы наших земляков. Зрителей уже готовы принять лучшие красноярские сцены «Тюз», театр опера и балета, театр Пушкина и даже музейный центр «Площадь мира». Более подробно с программой можно познакомиться на сайте territoryfest.ru. Там же можно узнать расписание мастер-классов, которые организовали для театральных деятелей Сибири. Это необычный фестиваль, в нем не только спектакли, какие-то выставки, концерты, но и очень большая образовательная программа, федеральная. Из зарубежных стран приезжают студенты. Это важнейшая часть фестиваля, которая может быть не так видна снаружи. Инициаторы и партнеры фестиваля компания «Полюс» рассказывают, главная цель – дать толчок к развитию современного искусства в Сибири, там, где размещены основные силы золотодобывающей промышленности. У нас большая часть наших предприятий – это вахты, и поэтому к нам летают со всей страны. Ну и мы решили показать, что, в общем, туда, куда прилетают эти 20 тысяч человек работать, на самом деле это, ну, если не центр России, наверное, ее суть. Есть такая в Москве шутка «Если жизнь за МКАДом». Так вот, «Полюс» радостно рассказывает, что не просто жизнь есть, а, наверное, на самом деле самая настоящая и реальная, она как раз там-то и происходит. Вы смотрели «Ночные новости ТВК». В студии для вас работала Елизавета Курочкина. Увидимся завтра. Доброй ночи.